Привет! Компания «АвтоСтронг» расширяет свое предложение. Теперь вы можете у нас купить не только запчасти к автомобилям, но и мотоциклы. Запомните наш двухколесный бренд «МотоСтронг». Мы сами привозим их из Европы, выбираем мотоциклы с минимальными пробегами и продаем их по привлекательным ценам. Все наши байки готовы к поездкам. Пройдут любые проверки, а для клиентов издалека мы сделаем видеосмотр. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронг», чтобы не пропустить новые поступления. Все контакты в описании к видео. Перед нашей сегодняшней разборкой мы бы хотели пригласить вас на грандиозное событие, которое пройдет 11 и 12 сентября в городе Щучин. Мы приглашаем вас на соревнования по мотокроссу. Компания «АвтоСтронг» является генеральным партнером соревнований. Приезжайте, очень хорошо и весело проведем время вместе. Ну а прямо сейчас мы разберем мотор Ford объемом 1.6 с фазовращателями. Встречаем! 1.6-литровый атмосферный двигатель Ford – это собственная разработка компании. Никакого отношения к более крупным Duratec, созданным инженерами компании Mazda, эти моторы не имеют. Вообще, этот двигатель относится к семейству Sigma, которое появилось в 90-х годах. К этому семейству относятся моторы объемом 1.25, 1.4, 1.5 и 1.6. Все эти моторы объединяют легкосплавный блок цилиндров, 16 клапанов ГБЦ, ременной привод ГРМ и гидрокомпенсаторы в приводе клапанов отсутствуют. Самый мощный и продвинутый – это вот этот 1.6 мощностью от 115 до 125 л.с. Дополнительная мощность на фоне базового 100-сильного мотора подросла. Также улучшилась экономичность. Это стало возможно благодаря появлению системы фаз газораспределения. Фазовращатели появились на двух распредвалах. Такой мотор известен как 1.6 TI-VCT. Этот двигатель компания Ford устанавливала на Focus 2 и 3 также C-Max 2-го поколения, а также Mondeo 4. Сегодня мы будем разбирать двигатель 2007 года выпуска. Двигатель 1.6 TI-VCT в принципе надежен, но его механическая часть огорчила немало поклонников марки. Сегодня мы обязательно подробно об этом расскажем. К 2007 году Ford устранил большинство детских болезней этого мотора. Поэтому двигатели, которые были установлены на Ford Mondeo 4, лишены практически всех детских болезней. Это же касается рестайлингового Ford Focus 2, а также Ford Focus 3. Двигатель, который сегодня мы будем разбирать, заклинил. Интересно разобраться, что случилось. Несмотря на год выпуска этого двигателя, он может потребовать замены сальников коленвала. Причем такая необходимость может возникнуть при пробеге до 100 тысяч километров. Также прокладка клапанной крышки тоже может нуждаться в замене. Но такая проблема едва случится при пробеге до 150 тысяч километров. Обычно клапанная крышка начинает сопливить после сильных морозов. Как говорит народная мудрость, кто на Ford не катал, тот бензонасос не менял. На автомобилях Ford бензонасос буквально расходник. Он выходит из строя в основном при пробеге до 200 тысяч километров. Но иногда и при пробеге до 100 тысяч километров изношенный насос на автомобилях Ford Mondeo 4 начинает сильно гудеть по утрам, когда в баке 10 литров и менее. Также по причине снижения производительности бензонасоса давление в топливной рампе опускается ниже положенных 3,6 бар. Доступ к бензонасосу на автомобиле Ford Mondeo сверху, то есть из-под заднего сидения не предусмотрен. Поэтому для обслуживания и замены бензонасоса надо снимать баг. На дорестайлинговых Ford Focus 2 с любым мотором могла высветиться одна или несколько ошибок. Также могло появиться сообщение об ограничении мощности двигателя. Также стрелка спидометра и тахометр могли просто упасть, а лампочки-индикаторы по всей панели загорятся. Проблема заключается в нарушении пайки контактов панели приборов. Проблема решается следующим образом. Трещинки в контактах надо просто запаять и тогда проблема уходит навсегда. Ну а прямо сейчас раскидать этот мотор за несколько часов нам поможет уже знакомый вам наш хороший механик Артем. И мы начинаем нашу разборочку. Двигатель 1.6 Ti VCT для Ford Mondeo 4 комплектовался дросселем производства Bosch. С этой заслонкой вообще никаких проблем нет. А вот с дросселем Peerburg, который устанавливался на ранний дорестайлинговый Ford Focus 2, были серьезные проблемы с датчиком положения. Этот мотор Ford объемом 1.6 не имеет индивидуальных катушек зажигания, поэтому регулярно нуждается в замене высоковольтных проводов. Менять высоковольтные провода лучше, конечно же, со свечами зажигания. На износ расходников системы зажигания указывают рывки при разгоне, а также нестабильная работа двигателя на холостых оборотах с появлением сопутствующих ошибок по пропускам зажигания в цилиндрах. Катушка зажигания на этом двигателе служит хорошо. Но нередко на автомобилях Ford с этим мотором возникает ошибка P2303, указывающая на обрыв катушки. При этом пропадает искра в нескольких цилиндрах. Мотор начинает работать очень нестабильно. Эти симптомы появляются и пропадают, если хорошенько пошатать разъем на катушки зажигания. Как правило, в отключении катушки зажигания виноваты контактные пины и провода. Катушка установлена на двигателе. К ней тянется жгут из трех проводов. Со временем штекер не обеспечивает нормального соединения. В нем ломаются пины и отрываются провода. В этом случае надо целиком заменить разъем катушки зажигания, либо же разобрать его, заменить пины и перепаять все провода до основной электропроводки. Двигатели 1.6T и VCT имеют два варианта исполнения термостата. Конкретно на Ford Mondeo 2 термостат пассивный. Он открывается при температуре 82 градуса, меняется отдельно от корпуса, стоит небольших денег и встречается на огромном количестве автомобилей Ford. А вот на двигателе 1.6T и VCT для Ford Focus 2 термостат электронно управляемый. Открывается при температуре 98 градусов, поставляется с пластиковым корпусом фланцем и стоит в четыре раза дороже – примерно 70-80 долларов. Термостаты нередко ломаются, у них отваливаются ушки и они остаются постоянно открытыми. Тогда мотор не может выйти на рабочую температуру. Производительность печки салона снижается, и она слабо дует горячим воздухом. Причем датчик температуры на дорестайловых Ford Focus 2 нагло врут и не показывают нормальной температуры. Термостат электронно управляемый можно заменить на пассивный с установкой его корпуса фланца. Фазовращатели – слабое место на этом двигателе. По крайней мере, так было до весны 2007 года. Необходимость их поменять возникала при пробеге в 150-200 тысяч километров. Но компания Ford как будто бы пошла навстречу своим клиентам и предложила приемлемую цену. Улучшенные фазовращатели, оригинальные от Ford, стоят по 120 долларов штука. Первая причина их поменять – это нарушение герметичности. По мере износа муфты начинают подтекать, что грозит смачиванию ремня ГРМ моторным маслом. Вытекшее из муфт масло пробивает себе путь на рожу через кожух ремня ГРМ. Вторая причина – посторонний звук из корпусов муфт на холодном двигателе. То есть двигатель при работе издает шелест и цоканье. Бензиновый двигатель начинает тарахтеть как дизельный, но по мере прогрева шум исчезает. При этом ухудшаются отклики двигателя и наблюдаются рывки при разгоне. Для замены муфт необходимо иметь специальные фиксаторы для самих муфт и для распредвалов. Затягивать болты нужно в два этапа с правильным усилием в 25 ньютон-метров и затем с доворотом на 75 градусов. Если на ранних моторах 1.6 Ti и VCT муфты менялись на улучшенные, то и проблем с ними соответственно никаких не будет. Кстати, напишите нам в комментариях, приходилось ли вам менять муфты на этом моторе, при каких пробегах и не было ли проблем с новыми муфтами. Еще одно слабое, но не часто проявляющееся место – это подтекание масла из-под управляющего клапана, который управляет муфтой выпускного распредвала. Говорят, что из-под этого клапана масло может течь ручьем, и в этом случае двигатель может пострадать от масляного голодания. Естественно, потеющий клапан надо заменить на новый. Было несколько ревизий клапанов, надо брать, естественно, самую позднюю. Тепловые зазоры клапанов в двигателях семейства Sigma не имеют автоматической регулировки. На практике проблемы с зажатыми клапанами не возникают, а к регулировке тепловых зазоров прибегают при капремонте двигателя. Номинальные зазоры для впускных клапанов 0,2 мм, для выпускных 0,35 мм, плюс-минус 0,03 мм. Регулировка тепловых зазоров максимально неудобная, а именно подбором толкателей. Несмотря на то, что коленвал этого двигателя не поворачивается на полный оборот, никаких повреждений мы не видим. Минимальный износ кулачков распредвала, также умеренный масляный налет и частота масляных каналах. На практике с этими ГБЦ ничего плохого не случается. Мы не видим здесь повреждений, но мы знаем уже, почему коленвал не поворачивался на полный оборот. Ремешок ГРМ перескочил, и поршни уперлись в клапаны. Если говорить о состоянии ГБЦ, то мы видим, что мотор минимально, но поджирал масло. Блок у этого двигателя алюминиевый, гильзы чугунные. Видно, что мотор масло подъедал. К нашей радости мы можем на примере этого мотора показать вам часто встречающуюся и очень неприятную проблему этих моторов. Обратите внимание на вот эти шикарные задиры во всех цилиндрах. Еще один источник на этом двигателе – это стук поршней. На относительно легких автомобилях стук проявляется после пробега 150-200 тысяч километров. Но на Mondeo стук появляется после пробега 80 тысяч километров. Стук поршней доносится из-под ГБЦ. Изначально стук проявляется только на холодном двигателе. При прогреве исчезает, но со временем он становится практически постоянным. Источниками шума являются сами поршни, а точнее поршневые юбки, которые шлепают по стенкам цилиндров при перекладке в верхней мертвой точке. На практике такая проблема не несет серьезной угрозы двигателю. Расход масла при этом не возрастает. Моторы с такой проблемой ходят по 400-500 тысяч километров. Возникает при этом эллипсность в цилиндрах и немного изнашиваются поршневые пальцы. В нашем случае вот эти дорожки – это не царапины, а заполированность на глубину хона. Поперечного люфта поршней нет, но, возможно, они не люфтят из-за того, что на жаровом поясе слишком много нагара. Ну а теперь продолжим про поршни. Компания Ford так и не признала этот шелест и фактически люфт поршней. Хотя это конструктивный дефект. Оригинальных улучшенных поршней нет. Зато есть неоригинальные поршни, то есть комплекты с поршневыми кольцами и пальцами от немецкого и турецкого производителя. Они предлагают номинальный размер поршней и несколько ремонтных. Поэтому при желании откапиталить цилиндропоршневую группу этого двигателя с заменой поршней, можно, которые никогда не застучат. Поршни не выглядят таблеточными, но тем не менее это им не мешает тереться на рабочем такте о стенке цилиндров. То есть мы видим здесь задиры. Также износ на некоторых поршнях виден и с другой стороны. Признаки масложора присутствуют и снаружи, и внутри поршней. Скорее всего это произошло из-за долгих интервалов замены масла. Критического износа на шатунных и коренных вкладышах мы не видим. Видим небольшие царапины, но это следы частичек закоксовавшегося подгоревшего масла. Коленвал на этом моторе проблем не вызывает. Здесь тоже видны царапинки от частичек подгоревшего масла. Кстати, коленвал облегченной конструкцией с непарными противовесами, а маслофорсунки на этом моторе отсутствуют как класс. Ну что, разборка закончена. Сегодня мы разобрали очень интересный Ford двигатель, который шелестит поршнями, и Ford с этим ничего не делал. Эти проблемы решали владельцы. Если вы хотите, чтобы мы дальше делали такие классные и интересные обзоры, нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поделитесь этим видео с друзьями, закиньте его в соцсети. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. Всегда помните, что с вами была есть и будет компания «АвтоСтронг».